МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ученые сегодня, они пришли уже, слава богу, к такому состоянию, когда они понимают, что они находятся в полном тупике. Им нечего предложить. Из науки нашего мира нам сегодня понятно, что ничего по-настоящему цельного, ценного мы не извлечем. Она, наука, сегодня помогает технологии. И не более того. Когда-то она развивала нас выше Земли, к звездам, вглубь природы. А сегодня мы, в принципе, понимаем, как это все устроено, и начинаем видеть, что это все главное, что не приносит нам счастья. Ведь когда-то мы думали, что наука избавит нас от всех проблем, что она принесет нам коммунизм на Земле. развитие науки, техники, культуры, воспитание, образование, в общем, это все сделает человека выше всего, выше звезд. Меньше работать, больше досуга. Когда там сегодня наука, она начинает показывать нам, что все зависит от человека, а не от его ума. Потому что ум человек начинает использовать для собственного блага, эгоистического. И этим только лишь порабощает других. И уничтожает все свои практически достижения. Кто бы думал 50 лет назад, что мы будем в таком жалком состоянии в этом мире? Допустим, в 60-х годах. Когда полеты в космос, американская мечта, чтобы у всех был дом, машина, работа, гарантия, пенсии, все такое. Я помню эти фильмы. Смотри сегодня, что происходит. Сегодня уничтожается средний класс. Его уже нет. Один процент наверху владеет всеми богатствами, а 99% внизу ничего не могут уже поделать. Дети обычных семей должны подрабатывать, чтобы зарабатывать себе или на учебу, или на что-то еще. То есть 99% человечества лишается серьезной перспективы развития. Эгоизм бесконечный. Он развернул себя так, что действительно 1% будет держать у себя все, и крохи только для того, чтобы не умеять, останутся и только тем, кому нужны эти люди, плебсы, для этого 1%. Только в этом виде. Остальные? Начнут уничтожать. Уничтожать абсолютно. Зачем эти 7 миллиардов? Если для 1% населения нужно полмиллиарда людей, их оставят. А зачем остальные? То есть вы считаете, ученым не прорваться в такое мышление? Нет, потому что тут дело не в ученых. Тут дело в психологии человека. Ее надо менять. А в нашем мире психологию человека изменить невозможно. У нас нет для этого никаких сил. Потому что весь мир построен на одной эгоистической силе. Только на одном устремлении эгоистическом. К себе, к себе, к себе. И животное, и растительное, и неживая даже природа. И тем более человек. Который использует, кроме того, и науку, и технику, и все. Для того, чтобы эгоистически все подобрать к себе. Смотри, что и получается с этим 1% богатых. Ну и вечный вопрос, что делать тогда? Хорошо, вечный вопрос. Вечный вопрос, что делать, это не вечный вопрос. Он вот сейчас вот восстает. Так. И благодаря тому, что он восстает из недр человечества, отчаянного, уставшего, разочарованного, опустившего руки. Вот этот вопрос, что делать, он нуждается в ответе. И этот ответ находится у нас. И мы, каббалисты, обязаны его донести до каждого. До каждого человека. Вот это наша задача. Ну и можно завершить одним предложением. Я уверен, что мы это сделаем. Я уверен, что мы это сделаем. Помогите нам в этом.